Ох, хорошая полоса нынче, хорошая нынче полоса резкая, прям, знаешь, прям, знаешь, газету откроешь, ну, сердце радуется, прям, знаешь, пишут, пишут, сигнализируют, возмущаются, как чего-где увидят, сразу как Гоголь. И главное, ни один Гоголь сегодня не остаётся неуслышным, ни один сразу на место выезжают, факты проверяют, начальцы прям поголовно. Поголовно сымают, и если не сажают, то в крайнем случае пересаживают. И, конечно, это вселяет радость, это вселяет чувство торжества справедливости и тайную надежду, что в конце концов посадят всех. Конечно, всех виноватых. Я не знаю, как, где, у нас на второй мебельной обстановка просто резко улучшилась. Здоровая стала обстановка. Значит, зам директора по финансам три месяца пролежал в больнице на сохранении. Партбилет сохранял. У директора открылся нервный тик. Раньше никому не подмигивал. А теперь всем, причем обоими глазами. Нам приятно видеть руководящий аппарат в таком бодром настроении. Никто у нас на фабрике не работает, ни один человек. С утра до вечера сидим, обсуждаем, кого следующего. И вот как-то сидим в столовке, обедаем. Рядом со мной Леха Язвенник. Кашку жует. А за соседним столиком наш старший мастер. Педухов. Антрикот терзает. И я не знаю, то ли в Лехе язвы заговорило. То ли ему не понравилось, что педухов. Так аристократично ест. Он, знаешь, он не прям с вилки антрикот кусает, как все. Сперва кусочек ножичком отрежет. И только потом уже его в рот рукой. В общем. Леха таким тяжелым взглядом на него поглядел. Кашку заглотил. И говорит, педухову пора сымать. Я прям остолбенел. Я говорю, а его за что? А он мне говорит, спорим с ним вот. А если найдут за что, то и посадят. И я, видать, с ним зря поспорил. Потому что этот сукин сын накатал письмо. Приехала комиссия. 82 человека. И стали они проверять нашу фабрику, на которой работает 69 человек. У нас сразу с Лехой никто не здоровается. Ни один человек с Лехой не здоровается. Все жалеют старшего мастера. И мы, как говорится, всем миром решаемся вступиться за ни в чем не повинного товарища. И эта комиссия вдруг выясняет, что, оказывается, товарищ не всегда был. И что, оказывается, он в 80-м году уволок со склада 8 листов финской фанеры. И тут уже за Петухова заступаться не видит смысла никто, потому что эту фанеру тогда потихоньку тащили. Поскольку мебель, которую наша фабрика делает, финская фанера все равно не спасет. Но зато в личном хозяйстве эта вещь незаменимая. В общем, народ притихает. На всякий случай перестает здороваться и с Петуховым. И, как говорит Валентина Леонтьева, начинает уже от всей души ненавидеть и проклинать Леху, который заварил эту кашу. Леха клянется, бьет себя кулаками в язву. Орет, что он ничего про фанеру не писал. В качестве доказательства приносит копию своего письма. От Лехи вообще ожидали всего. Но чтобы он себе копию оставил. Прочли. Ничего там действительно про фанеру не было. Вот там было только написано, что от Петухова, в рабочее время, от волос. Разит одеколоном. И все. И вот эти 82 человека на запах и приехали. Ну, там еще было написано, что он создал невыносимую моральную атмосферу в столовой. Ну, это про это. Народ уже на Леху просто с кулаками. Леха бежит в комиссию, отречь от своей клеветы, забрать обратно свои писульки. А комиссия ему строго сказала, Леха, уйди, а то мы и за тебя возьмемся. И он ушел, потому что он этого, конечно, не хотел. Но перед тем, как уйти, он им заявил, что оказывается... Что оказывается, он фанеру брал не себе, а... В общем, комиссия шуровала еще 4 месяца. Результаты ее деятельности были следующие. Когда замдиректора по финансам узнал в больнице от лечащего врача, что его хотят навестить какие-то 82 человека, назвавшиеся его самыми близкими друзьями, он подумал немножко и потом решил скончаться. Директор, узнав о несчастье своего заместителя, вдруг перестал моргать, причем совсем. Зато он начал косить. У нас народ непугливый, но в кабинет к нему никто входить не решался. И решились только те же 82 человека, которые принесли ему переходящий вымпел, в который был завернут ордер на арест. Но больше всего комиссия ломала голову, что делать. И искали они такую меру наказания, чтобы он уже не оправился до конца своих дней. И учитывая, что он фанеру брал не себе, а... его назначили нашим директором. Что касается паразита Лёхи, его примировали китайской авторучкой с золотым пером. Вот, вынесли благодарность, правда, с конфискацией имущества, которое он смастерил из финской фанеры. И вот у нас на фабрике про таких, как Лёха, говорят, что... от него можно ждать любой подлянки. Поэтому теперь на нашей фабрике с Лёхой здороваются все. Все, включая нашего нового директора, товарища Петухова. АПЛОДИСМЕНТЫ